Суждались ли политические моменты, какие-то сложности, которые сейчас существуют, к сожалению, в двусторонних отношениях? Вы знаете, здесь на что нужно обращать внимание. Вот есть такой медийный фон, и часто этот медийный фон бывает действительно негативным. Но есть реальный мир. И вот мы сегодня проехали по реальной железной дороге. Увидели реальную работу, которая была выполнена. У нас есть реальный рост товарооборота, что говорит об укреплении связей между нашими странами. Есть реальная работа представителей Армении и Евразийском экономическом союзе. И вот нужно различать то, что происходит в реальном мире, и то, что навязывается в этой медийной информационной повестке, которая часто просто не соответствует действительности. Говоря о разблокировке коммуникаций, такое впечатление, как будто стороны сейчас Армения и Россия говорят на разных языках. Как Вы считаете, в конечном итоге, какова модель вот этой разблокировки? Возможно ли она в целом? Я хочу сказать, что разблокировка, она возможна в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех государств и которые нашли отражение в совместном заявлении от 9 и 10 ноября 2020 года. Как Вы знаете, Россия готова всегда подключиться к этому процессу и готова здесь помогать, исходя из принципов суверенитета, территориальной ценностности и юрисдикции Армении.